Нубик пришел! Так, ну давай, рассказывай! Насколько ты дней! То есть, подождите, у нас там горит огромное здание. И мы такие, костер, чтобы нас заметили. Просто убираться или, может быть, надо спасти наши секретные документы? Йо, я снова немножко нарушаю свое слово и иду в экспириенсы. Зачем он это делает? Спрашивается. Зачем? Ну, сегодняшний экспириенс называется Бордер. Бордер Экспириенс и... Сейчас, подождите. Зе Бордер Экспириенс. Да, все верно. Вот. И я подумал, что, ну раз такое название, то можно рассказать о нашем опыте, скажем так, пересечения границ. Потому что иногда это довольно весело, на самом-то деле. Да. Так, пока мы ждем загрузки игроков, хочу начать свою историю. Мы были уже в четырех странах Европы. Ну, разумеется, не считая Сербии. Тут у нас вообще никаких проблем. Тут с пересечением границы ноль проблем. Ты прилетаешь, на тебя смотрит Серб, говорит тебе здраво, а потом говорит тебе чао. И ты такой, ага, и все. А ты говоришь ему хвала. Хвала говоришь ему, разумеется, да, потому что, потому что да. Вот. Остальные, остальные четыре раза... Так, давайте я буду включать свет и правильно рассказывать. Остальные четыре раза были по-разному везучие. То есть вот из того, что было проще всего, это вот наш... Так. Ну-ка. Открой телефон. Еще раз, кладушка, что ли, по-вашему? Телефон. Да нет, ну нормальный такой. Привет. Добро пожаловать на твою новую работу. Здесь довольно холодно. Включи термостат. Так это мы, те, кто пропускает людей. Он сейчас, Ёша, отыграется на всех. Сейчас я буду. Сейчас я буду отыгрываться. Нет, знаете, на самом-то деле, вот последний наш раз, последняя наша поездка получается в Испанию. И там было очень просто. Чел даже, я клянусь, он даже не поднял на меня глаза. Он просто берет мой паспорт. Я клянусь, он не посмотрел на меня. Он, ну не то, что не поздоровался или что-то типа того. Это я и так прекрасно понимаю. Ну типа, ну зачем? Что на него там? Здороваться с ним. Это целый самолет, конечно. Но поднимать глаза-то он должен. А он просто открыл паспорт. Не, я ему, я уже привык, потому что часто они не могут найти шенген. И типа, я им сразу на этой своей страничке открываю. Вот. Он просто увидел, перевернул страничку, стукнул и все. Понимаете, это самое легкое. И вы видите, я в Россию, когда возвращаюсь, нет такого. Они все равно такие, типа, как дела твои? А что ты там делал? Что ты там, да? На таком уровне. Путешественник, да? А почему у тебя шенген на 3 месяца? Что, айтишник, что ли? Айтишник? Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Вот эта история. Вот, собственно говоря, и это самое прям прикольное пересечение границ. Откройте свой ноутбук. Вот это вот, елки, а я его ищу. Да, со значком Роблокса. Да, да, действительно. Найдите файлы в задней комнате. Ой. Где они? А тут пистолет лежит. Это нормально? Чего? Вот тут. Ну, мы пограничники, конечно, у них он тоже наверняка лежит. Да. Вряд ли такой. Но я не замечала. А можно его взять или это? За бабки, конечно. Вот. Но на других, на других границах повезло меньше. Была одна, где Лане повезло больше. Она пошла в другую очередь, а мы с Ульяной были в другой. Вот. И так как Лана все бронит. О, да. Она, ну, как бы, она раньше прошла, понимаете, она раньше прошла. И мне еще надо было разобраться дальше с билетиками на автобус. Ага. Я пошла дальше узнавать, что там с билетиками. Ага. А тем временем? Я подхожу к человеку. Да, тем временем. Она прошла раньше, да. Подходит, первая подходит Ульяна. Давай, рассказывай ты, с твоей точки зрения как-то все шло. Да, я, если честно, плохое пытаюсь забывать. Ясно. Ну, в общем, ну что, я подошла к нему, он на меня так, он, знаете, он сначала улыбался, перед ним был человек, он так улыбался, думаю, ой, как хорошо, подхожу. А это еще первая моя такая вот серьезная, ну, мне так было почему-то страшновато. Да-да-да, это же только, когда мы в Италию. Да, да-да-да. Езжали. И, ну, я так тепло улыбаюсь, и ему, а он так увидел меня, я такой сразу оп, и все. Нахмурился сразу. Я не буду улыбаться больше никогда. Да. Улыбка не для тебя, она была для прошлого человека. Ты моей улыбки солнечной не заслуживаешь. Ну, там же все сербы, может, ему сербы нравятся. Ну, может, ему нравятся сербы, конечно. Ну, кому не нравятся сербы, простите. Вот нам нравится тоже. Да. Ну, в общем, и все. И он стал спрашивать, а вы на сколько, собственно, собираетесь в Италию путешествовать? Я говорю, ну, вот на пару дней. Он говорит, а отель свой, ну-ка расскажите, где вы будете жить? Я говорю, я не знаю, ладостью забронировала. Она уже учесала. Она учесала, реально, разбираться со всем, она пошла просто. И мне Ёжи пишет, быстро сюда билеты. Я говорю, вернись. Говорю, покажи, покажи Airbnb, срочно покажи. А, он же попросил билеты, говорит, билеты обратные. А все у меня. Нет, я покажу ему этот. Вот мне этот есть, хотите? Да. Зачем? А я прихожу, а я еще злая, я такая, давай зло с ним разговариваю, типа, вот билеты, все есть. И он такой, такой закатил глаза, будто бы. Ага. И причем вся очередь же ждала. за вами. Да, 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 да. Ну, я им, конечно, сочувствую, надеюсь, он с ними был добрее, чем с нами. Ну, как бы, все равно не к чему было поредраться. А вы не знаете, что делать? Я не знаю, что делать, а вы знаете? А я знаю, что делать, смотри. У нас нет ноутбука. Да вот, документики. А, документики. А почему ноутбука? Ну-ка. А, файлы. Все, понятно. Так, а файлы, это в ноутбук? Наверное. Вставлять надо, или что? Ого! Да. Ну-бик пришел. Кто? Так, ну давай, рассказывай. А, брат, ты билет показывай. Насколько ты дней? А, ну-ка. А, нет. Почему я ему должен документ отдавать? Это он мне должен отдавать документ. Куда побежал? Куда побежал? Ну-ка, стой. Где ствол? Доставай ствол. Да нету. О, я могу за ним пойти. Давай. Он бежит куда-то в лес. Давайте кинем ему вода под ноги, чтобы он поскользнулся. Нет, видимо, был наш сотрудник. Все нормально. Да, судя по всему. Но это было наше первое путешествие, и мы рассказали о первом, получается, и о последнем. Да. Так, приобретите свой ноутбук. Вот. Одночек теперь. Из того, что хочется рассказать, это самых ответственных людей хочется отметить, это датчане. Это просто шок. Они такие, просто они не отлипают от тебя. Причем что по прилете, что при отправлении. Это жесть какая-то. По прилете, значит, меня впервые так пытали, я клянусь, там чуть ли не как зовут, там, а что, приехал? А зачем приехал? А надолго приехал? А виза? А где еще был? А откуда у тебя виза? Ну, типа, имеется в виду, какая страна тебе дала? Первая страна въезда. Да, да, да. Страна въезда. Это капец. И я был долго, но я девочек ждал. Я не знаю, раза в три, наверное, дольше, чем вот сам проходил. Там каких-то других людей просто перед нами, прям какого-то мужика, чуть ли не пустили. Мы стояли, ну, буквально десять минут ждали, пока он с одним человеком разберется, и его, я думала, что его не пустят, но его потом пустили, он просто очень долго с ним разговаривал, и тот ему что-то очень долго рассказывал, а этот ему там тоже что-то объяснял, и там как будто было бы что-то не так с документами. Ага. Вообще кошмар просто. Так что, да. Но, в принципе, я не считаю, что у нас были какие-то приключения, просто, ну, они, типа, спрашивают, да. А то вдруг вы там жить останетесь где-нибудь под мостом. Да, очень хочется. С ценами в Европе безумно хочется оставаться там жить. Особенно в Дании. В Дании вообще космос. Нет, в Дании космос реально. Но хочется оставаться, но при этом, да. Но при этом не может, как говорится. Космос во всех смыслах. И в смысле, что дорого и круто. Да. И круто, и дорого. Единственное, что там было дёшево, это местная газировка сладкая. Там не только газировка, там всё местная супер дешёвая. Да. Типа, там эти шоколадочки очень вкусные, тоже очень дешёвые. Там всё, типа, такое. Но это такая классная стратегия. Типа, делать дороже там кола, она очень дорогая. По сравнению с газировкой местной, это просто капец. А местная вкусненькая. Ну, а местная вкусненькая, да, да. Местная вкусненькая. Так, подожди, в снегу. А нам вот там, вон там подсвечивается, кажись, Ёша, вон там, вот туда. Кажись, где, кажись? А вот иди-иди. Как это? Куда? Ну, хуже всего, границы мы переходили в Франции, в Париже. Нет. Нет. Сколько мы стояли. Нет, но сам пограничник, он-то нормальный чел. Да, да, да. Он-то чел нормальный, то есть он довольно приятный. Но... Да, и ну тоже очень легко. То есть даже вопросов лишних не было. Но там мы реально стояли, вот в это, это просто худший аэропорт именно. Больше часа, наверное. То есть граница была нормальная. Я думала, это, не знаю, что это за коморка такая там. Да, и всё в паутине. Я не шучу, там всё было. Да я вам рассказывала и показывала на паутину, как мы стояли, конечно. А, да, я забыла. Бывает. Так, подожди, а как найти документы эти сзади? Реально надо обойти или что? Да, иди выходи. А, я думала, они здесь. Ну нет. Да ну не пускают меня. Может, другую сторону пустят. Может, другую сторону. В смысле, так вот же они, вот тут дверь. Ага. Как? Что? Я схватила файл. Подожди, а как тут? А, что там Ульяна разобралась. Да, да. Ульяна, ты как это сделала? Так там просто рядышком дверь. На свой стол для босса. А где босс? Чел просто один работает, и он такой, ээ, да, я босс. Ну мы-то втроём работаем. А это разве не мы босс? Ну, мы босс, да. А кто из нас босс? Куда положить? Электричество. Кто из нас более босс? А я видела там генератор. Я тоже видел. Ааа. Я иду его чинить. Ну давай, только не босс. Ну давай, давай, да, подай. А я не заметил, как меня джампскерили. Да? Чё-то такое, да. Эх. Ааа, ты решила подать робоксы? Я нет, я не делала ничего. Да? Тут можно просто сделать джампскер. Можно. Да, можно за тридцатку. Сделать? Не нужно. Но уже быть не так интересно, потому что... Уже не так. Уже, да, уже, да, эффект неожиданности. Ну я не делала. Не сработает. Где туристы? Почему они не хотят? А вы слышите, что говорят по телефону вообще или нет? Нет, конечно. Нет, он говорит. Я вообще... Ой, пожар? Ой, Мояна горит. А где? Надо просто убираться или, может быть, надо спасти наши секретные документы? Ладно. То есть... Это из-за него пожар или нет? А нас не уволят вот после этого? Ну вообще должны. Я бы уволил сейчас не грядь человека такого. Особенно если мы убежали. Не хотелось бы. Так, всё, ты сбежал. Едут ветки теперь собирать. А, сигнал бедствия. А, это мы будем сос из них составлять. А-а-а! А там ходят четыре палки. Я ничего не испугался. Ветки, ветки. Ну, ко мне подошел. Я ветку собирала, ко мне подошел чел. Так, раз. И там еще. А, я думала, ты говоришь, Ёшик, ко мне подошел. Ай, капец. Грубиянка получается. Ну, чуть-чуть. Так не было. Это он подошел со скримером своим. Ну, это я поняла уже потом, да. Слушайте, я хочу на вышку залезть. Меня пустят. Ну, меня там пускали. Я по лестнице поднималась. Интересно. Да, господи боже. А вы не хотите собрать? Я хотел покашлять. Не смог. А, всё? Да, создайте сигнал бедствия. Как? Так, а где? В каком месте? Надо на открытой местности, наверное, да? Вон там отмечено. А, отмечено. Ну, ладно. Слушайте, ну, странная у нас какая-то граница. Никого нет. Подожглищка сами. А, тем не менее, какая-то чертовщина происходит. Это да, это тоже. Ещё сигнал бедствия им подавай. А ничего, что мы там могли как-то потушить? Почему у нас нет огнетушителей на базе-то? Это вообще техника пожарной безопасности хромает. А, ребят, мы... То есть, подождите. У нас там горит огромное здание. И мы такие... Костёр, чтобы нас заметили. То есть, да? Вот так вот, да? Да, вот так вот. Я думала, мы сложим там какую-нибудь штуку. Не, реально. А вот это не видно. Вот это вот не сос. Мы его ещё из четырёх палочек собрали. Ну, вот того нет. Почему вертолёт так долго? Ну, действительно. Да, действительно. Вышло как-то непонятно. Происходит непонятно. Что это за страна? Смотрите, что это за страна? Вот это, видите, тут флаг. Где? Да вот же флаг какой-то. Я не вижу. Что за флаг? Я не вижу, не знаю, когда. Ну, вот флаг, посмотрите. Да я смотрю, не понимаю, существует вроде такого флага. У нас ещё и герб тут какой-то странный. Везде какие-то звёзды подозрительные. У нас кончается костёр срочно. Нужно ещё одну палочку. Ну, нет. И аж иди, там будет страшно. Ну, да, я говорю, так-то не видно, разумеется. Ну, да. Ты думаешь, будет страшно? Ну, давай проверим. А нет, знаешь, почему так не видно? Они, короче, это у нас обозначенное место, обусловленное. Если именно там костёр, значит, всё плохо. А если мы просто подожгли дом, ну, типа, ну, возможно, так надо. Может, да, какая-то цель преследовалась. Да, да, да. Ну, нам же лучше знать. Конечно. Мы-то пограничники. Да, конечно. Ну, да. Обратные билеты есть у вас? Они всегда лучше всех всё знают, да. Должны всё спрашивать. Виза на три месяца. У вас есть обратный билет? Да, да, да. Реально. Так, на данный момент этого должно быть достаточно. Отлично. Что мне сделать? Ага. Вертолёт почти здесь. Всего 30 секунд. Это мы по костру поняли. О! Что? Да что ж взрывается-то постоянно, а? Вон туда-туда-туда-то куда-то надо. Ой-ой-ой. О! Или подождать, или подождать, или подождать. Не знаю, надо решить. Он нам даёт выбор. Слушайте, ну нам сказали ждать, но я любопытный человек. Ну, можем сходить, посмотрим. Но я могу подождать. Я при этом ещё и такой надёжный при этом человек. Ну ты выбирай, выбирай, что тебе больше нравится. Всё, давайте тогда подождём. О, вертолёт уже вон здесь. Ёш, вон хвост. Полезай. Где хвост? Да за твоей спиной-то. А как залезть, подожди. Не знаю. Они не дают. Они, наверное, ждут, пока мы... О, вот, подождите, стойте. Вот, снизу немножко на низ. Вниз посмотрите, и там будет Е. Так. Всё, давайте, погнали. Ползли. И тут сейчас этот чел, который выскакивал. В вертолёте? В вертолёте. А, о. Так, что? В смысле? А почему? И всё? А хоть сказать, какая-то концовка хорошая, плохая. Честно говоря, я вот с каждым разом всё больше и больше разочаровываюсь. Казалось бы, уже дальше-то и некуда. Но они даже концовку с бейджем не сделали. Я понимаю, что мы сюда пришли так чисто поболтать о границах, пограничниках и вообще наших этих перелётах. Но, блин. Даже непонятно, убили нас или нет. Немножко зол. Непонятно, убили нас или нет. Да, ребят, возможно, я когда-нибудь доберусь и смонтирую хоть что-нибудь из наших путешествий. Не то, чтобы там реально много материала, там реально очень мало материала. Но, тем не менее, возможно, я до этого доберусь. Да, так что на сегодня это всё. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, ставьте комментарии, на колокольчик нажимайте. И всем пока. Пока. Пока.